Всем доброго времени суток! Сегодня предлагаю общий расклад на тему моё финансовое состояние, мои деньги в ближайшие месяцы, ну скажем так, в ближайшие пару-тройку месяцев. Как будет складываться всё для вас в денежном смысле, каково будет ваше материальное благосостояние. И вы можете загадать карту от 1 до 7, от 1 до 7 и слушать ваш вариант ответа, который выпадет сейчас. Итак, каково будет моё финансовое благосостояние в ближайшие пару-тройку месяцев. Для тех, кто выбрал карту номер 3, мы можем сказать, что материальное благосостояние по данной карте является прежде всего источником, который связан со знаниями. То есть деньги вы можете получать через знания. Также, если участвуют в данном гадании тарологи, то это деньги, которые благодаря вашим знаниям будут приходить к вам именно через ваши гадания, именно через магию. Может быть такой вариант. Также можно сказать, что данное финансовое положение будет неочевидно хорошим. То есть это материальное состояние, которое вы будете воспринимать субъективно и интуитивно. Даже если люди будут считать, что у вас всё прекрасно с финансами, вы всегда найдёте какой-то там момент, который вас не устроит. Или наоборот, если всем людям будет казаться, боже мой, как этот голодранец живёт, вы при этом будете абсолютно довольны своей жизнью. Но, в принципе, я могу сказать по этой карте, денег у вас будет столько, сколько необходимо. И, в принципе, вы даже на сегодняшний момент уже знаете и чувствуете, сколько этих денег будет. И вот ваша интуиция в данный момент вас абсолютно не обманет в этом вопросе. Для тех, кто выбрал цифру 4, смотрим. Ну и здесь можно сказать, что материальное благосостояние будет на должном уровне. То есть все те отпускные, я думаю, что по этой карте пройдут очень многие люди, которые работают официально. И что касается здесь белых зарплат, вот всё, что вам должны, вам, естественно, всё заплатят. Если вам должны выплатить отпускные, то эти отпускные выплатят. Если вы предприниматель, то это те доходы, которых хватит на необходимое и немного останется на желаемое. То есть по данной карте вы достаточно получите денег не только для того, чтобы потратить их на себя, на себя любимого, но ещё и помочь окружающим. То есть у вас будет денег столько, что вы ещё и сможете некоторым образом помочь вашим родственникам или близким людям. То есть на благотворительность хотя бы для того, чтобы там 100 рублей дать, я не знаю, там подать милостыню на улице около какого-нибудь супермаркета, какого-нибудь попрошайки, вам уж явно хватит. То есть вы не будете находиться в крайне бедственном материальном положении. Для тех, кто выбрал цифру 6, мы смотрим. Ну и тут можно сказать, что в связи со сферой финансов у вас могут быть какие-то неясности. То есть могут быть ситуации, когда вы будете бояться, что вы не получите деньги. Ситуация мутная. То есть вы опасаетесь, возможно, как будут развиваться события, каково будет материальное положение. Но в основном по данной карте эти страхи не обоснованы. То есть бояться-то вы будете, волнение будет присутствовать. Но между тем, то, что должно к вам прийти, оно придёт. Давайте выложим дополнительную карту, что имеет в виду сейчас карта. И нам карты говорят, что при вашем желании и при вашем серьёзном отношении к данной проблеме, вы своими руками можете исправить ситуацию. То есть если вы чувствуете, что люди, допустим, как-то не очень ясно выражаются по поводу того, дадут ли они вам деньги. То есть заплатит ли заказчик, например, за вашу работу. То не стесняйтесь эту ситуацию прояснить. Возможно, ваше уверенное поведение даст результат, при котором вы получите те деньги, на которые рассчитывали. Что касается второй позиции, те, кто загадал цифру 2. Ну и здесь можно однозначно сказать, что ситуация с деньгами, ситуация с финансами будет замечательной. Что вы практически можете чувствовать себя императором. Потому что ваше материальное положение будет устойчиво. Оно явно не ухудшится в ближайшие месяцы. И вы, возможно, получите даже больше, чем ожидаете. Для тех, кто выбрал цифру 7, мы смотрим ответ. Ну и тут я могу сказать, что по данной карте обычно не бывает, конечно, супер, мега, гипер доходов каких-то. Но зато я приведу три варианта толкования. Первый вариант толкования. Это то, что давно вынашиваемая вами идея какая-то или работа, которой вы занимаетесь определенный период времени, вдруг выстрелит и даст свои результаты. Как раз в ближайшие 2-3 месяца. Оговорочки по Фрейду начались. Так вот, вы действительно получите результат, который вы ожидаете от своей работы. И, возможно, он будет даже несколько большим. Что касается материального положения, финансового состояния, то тут я могу сказать, что это те деньги, которые действительно к вам приходят. И они не будут означать, что вы будете находиться в плачевном состоянии. Они означают то, что вам будет хватать на необходимое. Они означают, что все хозяйственные нужды вы способны будете погасить. То есть заплатить там коммуналку, купить себе что-то в дом. Если что-то понадобится для дома, например, стиральная, посудомоечная машина или какой-то супер-пупер пылесос. То есть с этими тратами вы тоже справитесь. Но это не является картой, этот аркан, который бы говорил нам о каких-то супер-крупных поступлениях денег. То есть стабильное, устойчивое, хорошее, постоянное положение финансов, при котором вы можете еще и делать какие-то запасы. Это вот по данной карте выходит для вас. Для тех, кто загадал позицию номер 5, мы смотрим. Ну и здесь можно сказать, что все будет более чем шоколадно, что действительно те деньги, на которые вы рассчитывали, придут к вам. Если вы даже не рассчитывали на какой-то большой заработок, то данный аркан способен вас приятно удивить и привнести в вашу жизнь какие-то приятные деньги. То есть это могут быть подарки, это может быть не то чтобы помощь, но именно действительно дар со стороны судьбы или со стороны человека, или со стороны судьбы в лице какого-то человека, от которого вы может быть ждете денежных поступлений. Это карта, которая говорит о том, что все на что вы рассчитываете сбудется, все исполнится и какого-то такого катастрофического материального недостатка денег у вас естественно не будет в ближайшие пару-тройку месяцев. И финальная позиция для тех, кто выбрал карту номер 1, мы смотрим. Ну и тут вообще карта интересная, когда она выпадает на финансы, то ее очень интересно трактовать, о ней очень интересно говорить, ее интересно обсуждать. Итак, первый вариант это то, что вас может настичь какая-то нечаянная прибыль. Ну вот просто вышли, нашли кошелек, в этом кошельке лежит там 2000 долларов, вот так это может быть. То есть вы можете просто найти деньги, вы можете получить их неожиданно, вам могут их подарить. С другой стороны вы также легко можете расстаться с вашими деньгами и потерять их. То есть это вообще карта, которая говорит об абсолютной непредвиденности в сфере денег, о том, что то, на что вы рассчитываете, может не случиться. Оно может быть лучше, оно может быть хуже. То есть вот эта карта как раз таки явного и ясного ответа на вопрос, что у меня будет с деньгами, не дает. Деньги могут как приходить в большом достаточно количестве, так и уходить от вас достаточно быстро. И более того, вы даже можете быть способны допускать какие-то очень несерьезные траты. Я не знаю, вплоть до того, что вы пойдете 5 раз подряд за неделю в кино. Или какие-то вот такие, знаете, абсолютно нелепые траты. Купите, ну скажем, платье, которое вам не по размеру, которое вам не нужно. Из области похудею, буду носить и прочее. Вот такая карта, которая абсолютно является нестабильной. То есть это может быть как и внезапная прибыль, так и какие-то внезапные неожиданные убытки. Но тем не менее, они не несут за собой каких-то серьезных последствий какого-то глобального негатива. То есть карту эту действительно крайне негативной даже для финансовой сферы назвать нельзя. Ну а я также хочу напомнить, что сейчас идет у нас акция по гаданию на Таро Альфонса Мухи по льготной цене. Вы можете заказывать данную по данной акции гадания, написав мне в личные сообщения. Все мои контакты в описании под данным видео в текстовом файле. Ну а я желаю вам удачи и до встречи. Всего доброго!